всем здравствуйте поговорим о психологии так как тема очень интересная как для родителей спортсменов для спортсменов так и для тренеров значит это то что я сейчас буду проговаривать это мое мнение мои наблюдения которые идут из опыта как спортсмена так и тренера и капитана команды поэтому с радостью ими делюсь этим опытом с вами значит что касается психологии в целом что такое давайте сначала начнем с того что такое теннис теннис это игровой вид спорта который состоит из сложно координационных движений выполняемых на очень высоких скоростях часто в период эмоционального утомления и физического утомления плюс по сути помимо то что это игровой вид спорта это еще единоборство почему я начал именно раскрыл этот вопрос достаточно широко и таким образом для того чтобы показать и обратить и акцентировать внимание всех на том что психология это является лишь одним звеном безусловно важным но одним звеном из большого количества способностей и умений и качеств которые необходимо развивать теннисистов и точно так же как при плохой технике при плохой физической подготовке или недостаточной подготовленности на одной психологии далеко не выехать поэтому немножко по порядку сейчас пройдемся по тем вещам которые я для себя отмечаю на что сам смотрю и в своей работе и в общем готов поделиться с вами значит ну первое что для того чтобы непосредственно перейти к самой психологии нужно нужно обеспечить нужно обеспечить то чтобы спортсмена были закрыты несколько существенных главных вопросов первое спортсмен должен быть технически достаточно подготовлен это принципиально важно так как когда выходит спортсмены уже на уровне спортивного совершенствования неэффективная техника на более высоких скоростях начинает просто проваливаться и это не имеет ничего общего с проблемам с вопросами психологии или другими моментами значит второй момент который идет из техники когда техника достаточно хорошо наработанная но достаточно чистая важно чтобы сформирован был правильный технический стереотип и что такое стереотип в чем разница стереотипа от навыка навык это то движение которое мы нарабатываем это какие-то могут быть нюансы или доработки технические по ходу действия стереотип это то движение которое будет работать и на фоне усталости и на фоне стресса поэтому еще раз техника технические навыки переводим стереотипы но обращаем внимание на именно на технический аспект следующее нужно проследить за тем чтобы спортсмен достаточно ориентировался в тактике так как так как очень много то что я за последнее время вижу на юниорском уровне да и в принципе и на профессиональном уровне часто недостаточно недостаточное понимание тактики в матче не позволяя спортсмену закрывать игровые ситуации то есть происходит какая ситуация идет позицию позиционная борьба спортсмен получает преимущество мяч на хавкорт или флоутер который летит который нужно входить слета закрывать спортсмен этого не делает и мы начинаем опять играть дальше и таким образом когда приходится выигрывать по два-три раза один розыгрыш естественно что это это очень утомляет и очень часто со временем люди там или тренер или родители которые не могут обучить спортсмена закрывать эти ситуации списывают все на психологию это неверно сделайте игрока законченным чтобы он умел и бороться позиционно и идти закрывать ситуации после этого уже можно говорить о психологии еще важнейший момент это элементарная физическая подготовленность я бы сказал не только физически в принципе функциональная то есть нагрузка которая предлагает соревнование она не должна быть выше чем тоже чем спортсмен старт и сталкивается на тренировках то есть спортсмен должен быть в состоянии выходить отыграть полутора часовой двух матч двухчасовой матч не испытывая сильного физического утомления то есть он должен быть адекватно подготовлен почему в состоянии сильного физического утомления и нервного стресса наступает такой момент который называется диссоциация то есть техника начинает разваливаться под эффектом усталости под эффектом психологического переутомления и естественно суммируя всю эту ситуацию важно чтобы помимо всего прочего спортсмен к матчу был первое чтобы он выспался второе чтобы он нормально покушал третье чтобы не эмоциональный ровный был фон чтобы он сделал хорошую разминку разминки также поговорим немножко попозже то есть все вот эти моменты должны быть закрыты они должны быть отработаны перед тем как делать выводы о том что спортсмена не хватает физически психологической подготовленности ли или есть какие-то проблемы то есть это вот эти много около пяти моментов которые только мы проговорили которые обязательно нужно закрыть перед тем как лезть в технологию дальше воспитание опять же это все на мой взгляд то что я вижу то что я замечаю то что я вижу работает и не работает воспитание слишком много матчей слишком много ситуации видно когда ребенок во время матча во время соревнований просто откровенно ведет себе неадекватно бросает ракетки ругается с соперником ругается судьей и собственно грязь родителями и с тренером это не вопрос спортивной психологии это вопрос воспитания родители должны делать свою домашнюю работу спортсмен который не ну просто не воспитанным и не управляет своими эмоциями у него ну ему слабо слабо будет перспектива в большом спорте все мы видим какое высочайшее напряжение испытывают спортсмены которые работают на топовом уровне почему это вылазит именно во время соревнований во время игры на счет потому что естественно мера ответственности повышается спортсмен просто не может контролировать свои эмоции как правило на соревнованиях вылазит вот то напряжение те нестыковки эмоциональные которые накапливаются где-то в быту в семье или где-то в окружении то есть этим нужно просто заниматься это не спортивная психология это вопросы воспитания родители детьми нужно заниматься в таких ситуациях частенько начинают привлекать психологов мой совет первое это проследить за тем чтобы ну первое это чтобы хватало денег чтобы вы были уверены что спортсмен что специалист реально будет заниматься вашим ребенком это первое потому что это процесс такой ну не простой второй момент чтобы у человека который будет заниматься воспитанием вашего ребенка чтобы него просто хватало знаний понимание как это делать чтобы вы могли рассчитывать на какой-то результат но вообще это домашняя работа родителей следующий момент который я отмечаю как часть психологии значит это мотивация важнейший момент который я бы хотел отметить и на котором акцентирую внимание есть два основных вида мотивации в этих мотивация прирожденная внутренняя мотивация внешняя мотивация внутренняя это то радости эмоции смешанные с драйвом смешанные с волнением которые испытывают ребенок от того что он занимается спортом потому что он участвует какой-то соревновательные деятельности ему это нравится заниматься хотя он может и уставать и это вызывает у него волнение но ему нравится этим заниматься это внутренняя мотивация к занятиям внешняя мотивация это когда мы говорим ребенку вот выиграешь турнир купите велосипед купим тебе мороженое и так далее все в принципе понимают о чем я говорю чтобы я хотел в этой связи отметить что принципиально важно я расскажу маленькую историю которую писал один из американских психологов которая наиболее ярко отображает вот разницу между мотивация внутренней и внешней значит у этого психолога было значит дом лужайка возле дома и на лужайке на крови лужайки жена высаживала цветы значит через какое-то время он начал заметят что когда возвращается с работы газон немножко видно что он использовался и цветы были помяты он решил на несколько дней остаться дома поразобраться что да как значит буквально на следующий день в то время когда он должен был быть в университете пришла компания ребят 5-6 человек они начали играть в американский футбол и зона где был цветник его жены это была зона тачдауна таким образом ребята в принципе ну играли вот американский футбол и он вышел к ним навстречу сказал ребята мне в принципе нравится то чем вы занимаетесь у вас классно получается играть есть только одна проблема зона тачдауна это то место где жена любит высаживать цветы пожалуйста не мните но если вам нравится играть у меня на моем газоне в футбол приходите играйте и у вас здорово получается я готов вам даже платить деньги я буду платить вам пять долларов за игру следующие несколько дней сам с удовольствием будет смотреть как вы играете соответственно он заплатил первый день заплатил второй день но он не был бы психологом ученым и если бы он не подставил какой-то эксперимент значит на третий день игры он посмотрел матч и сказал ребятам ребята мне показалось вы играли сегодня немножко похуже поэтому я вам заплачу сегодня только доллар на что ребята собственно говоря очень сильно обиделись ушли и больше не возвращались вот как внешняя мотивация может негативно сказывать негативно влиять на мотивацию внутреннюю то есть начали ребята просто приходили играть в футбол потому что им это нравится они испытывали это большие эмоции они получали от этого драйв и мы за это заплатили они получили какой-то бонус после этого он просто снизил цифру но все равно продолжал платить и это уже вызвало у ребят негатив то есть это такой пример того как внешне неправильно сформированная или не своевременная внешняя мотивация может негативно сказываться на мотивации внутренней поэтому родители тренеры когда вы спортсменам там за победу за что-то предлагаете какие-то маленькие бонусы пожалуйста отслеживайте ситуацию ребенок должен играть потому что ему нравится играть до того как вы ему купите мороженое новый велосипед или что-то еще тем более когда это будет наступит этап если игрок доиграет до спорта высших достижений останутся только те которые все равно этот вид спорта любят почти что больше жизни далее следующий момент основных два типа основных два типа спортсменов которые также существует или сформировались это и го ориентированные спортсмены эго ориентированные спортсмены это спортсмены которым важен вызов которые очень любят соревноваться которым важны голые очки секунды это нормальная ситуация это хорошее спортивное чистолюбие иногда немножко гипертрофированная но тем не менее это необходимое условие для того что спортсмен был хорошим хорошим чемпионом в будущем. При этом есть один минус. Эго-ориентированные спортсмены зачастую не очень любят тренироваться, невнимательно относятся к видению вообще себя в развитии, упускают зачастую, если нет рядом профессионалов, важнее свои аспекты подготовку и в долгую, это может негативно сказаться на их спортивном развитии. Навык-ориентированные спортсмены. Это спортсмены, которые очень любят заниматься, им нравится вид спорта, они с удовольствием приходят на тренировки и в какой-то момент они начинают зацикливаться на тренировках. Это так называемые классические чемпионы тренировок. Многие люди, которые связаны с спортом, они понимают, о чем я сейчас говорю. Значит, к сожалению, если есть какое-то эмоциональное напряжение, после нескольких удачных, неудачных стартов, такие люди начинают находить зону комфорта в принципе в тренировках. И это хорошо, но это не есть очень хорошо. Почему? Потому что спортсмен все равно учится, развивается, приобретает навыки для того, чтобы соревноваться в конечном итоге, чтобы стать профессионалом. То есть мы не занимаемся ради того, чтобы просто заниматься. Хотя мы, конечно, можем испытывать от этого большую радость. Какой выход из этой ситуации? Какой оптимальный вариант психологического портрета, скажем так, чемпиона? Это эго-ориентированный спортсмен, который приходит к результату через приобретение навыков. Таким образом, основная и главная задача родителя, и в первую очередь тренера, это выстроить четкую последовательность, значит, в подготовке спортсмена. Мы приходим к результату, потому что мы честолюбивы, но придем к результату после того, как мы приобретаем необходимые для этого навыки. Как правило, все классические великие чемпионы, это люди, которые нашли вот этот вот хороший баланс и смогли работать в таком ключе. Следующий аспект, который я бы хотел проговорить, значит, который отчасти является также психологией, значит, о чем я хотел бы поговорить. Концентрация внимания. Концентрация внимания это абсолютно конкретный навык, без которого в принципе спорта высших достижений не может быть. Важнейшая ситуация, важнейший момент, значит, я расскажу маленькое отступление. У меня была история, значит, пара лет назад с одним их, с одним менеджером, который занимался одной спортсменкой, подающей большие надежды, значит, был пробел реальной концентрации внимания. То есть спортсменка играла на своих сильных сторонах, свою, скажем так, домашнюю работу делать не хотела в плане эмоционального развития, в плане психологического развития. В конечном итоге, там было посоветовано элементарнейшее упражнение на концентрацию внимания. Эффект просто колоссальный. То есть иногда спортсмен, даже очень талантливый спортсмен, он должен научиться концентрировать внимание на тех вещах или на состоянии, которому необходимо во время матча. В какие-то работающие практики, в том числе то, что я советовал, я с удовольствием этим поделюсь уже в платном вебинаре. Вот. Основные, теперь уже немножко двигаемся в сторону классической, скажем так, психологии. Основные категории спортсменов. Опять же, это мои наблюдения. Уверен, что в учебниках могут быть более правильные, четко сформулированные трактовки. Хотя, поверьте, учебников я тоже перечитал достаточно, и современных в том числе. Значит, ну, на мой взгляд, есть три основные категории спортсменов. Первая категория спортсменов — это, ну, прирожденные чемпионы. Люди из спорта поймут, о чем я говорю. Это дети, которые любят вид спорта, которые любят тренироваться, которые получают удовольствие от соревнований, которые выиграют матчи, которые выиграют соревнований, выигрывают много. Это, ну, как я уже сказал, это прирожденные чемпионы. Принципиально важно, чтобы рядом с такими людьми были структурированные люди, которые просто даже не влазя в их внутренний мир, просто будут помогать такое, осуществлять эффективный менеджмент, снимать какие-то организационные моменты. И такой спортсмен, он сам дозреет. Как правило, в жизни у таких людей складывается, что вовремя приходят и спонсоры, вовремя приходят и тренеры. И, в принципе, все у этих людей хорошо. Вторая категория спортсменов — это, значит, способные люди. Может быть, не настолько талантливые, но способные люди, у которых могут быть достаточные способности для того, чтобы реализовываться в профессиональном спорте, которые любят заниматься, любят тренироваться, любят играть соревнования, любят выигрывать матчи, умеют это делать. Не так часто, как хотелось бы им самим, может быть, и тренером выигрывают соревнования. Выигрывают, но не так часто, как хотелось бы. Вот это, скажем так, такая основная категория, где могут приложиться своим талантам классные тренеры или психолог. То есть здесь есть, возможно, какие-то моменты в подготовке, которые должен снять хороший тренер, или уже могут прорезаться такие явные какие-то психологические моменты, которые не позволяют спортсмену реализовать свой потенциал. В случае, если он а технически хорошо подготовлен, технический навык и сформированные стереотипы функционально готов и, в принципе, умеет себя подводить к матчу. Это такая самая интересная категория спортсменов. Третья категория спортсменов, это ребята, которые страшно любят вид спорта, любят заниматься, любят тренироваться, любят ездить на соревнования, но просто не могут выигрывать. Но при этом получают все равно большое удовольствие от того, чем они занимаются. Ну, здесь мы, наверное, даже, скажем так, обсуждать нечего. Если есть возможность приглашать психолога, можно психологом поработать и с тренером, но ребятам просто нужно заниматься, если им это нравится. Если не нравится, придет время, они сами, скажем так, закончат этим заниматься. Теперь немножко, несколько слов о фигуре психолога. Значит, мое мнение, что самый лучший психолог это опытный, классный, мотивированный, амбициозный тренер. Тренер в любом случае проводит со спортсменом максимальное количество времени, когда он занимается непосредственно этой деятельностью, то есть теннисом. И многие ситуации, волнение, преодоление, то, как спортсмен себя ведет на нагрузки физической, на нагрузки эмоциональной. Тренер это человек, который, если у него открыты глаза и хватает опыта, способен лучше всех прочувствовать, что происходит с спортсменом и реально поискать, как на него повлиять, чтобы он реализовывался. Как правило, амбициозные, толковые тренеры, они очень быстро прочувствуют свой пробел даже не в психологии, а в каких-то нескольких, а в подборе нескольких практических ритуалов, которые, которым они обучат своих спортсменов и они будут преодолевать какие-то возможно возникающие психологические нюансы. Если все же ситуация складывается так, что у тренера не хватает знаний, не хватает внимания, просто нет возможности и есть необходимость заниматься с психологом, то, конечно, психолог, в моем понимании, эта фигура такая достаточно должна быть серьезная, в каком смысле человек с богатым опытом работы в спорте желательно, работы с людьми, которые, с успешными спортсменами, естественно, человек, который обладающий знаниями конкретными, умеющими их передать, это также важно, потому что количество теоретиков в спортивной психологии, которых я пострелял, постречал за свою спортивную карьеру, карьеру как тренеров, я не знаю, сколько нужно рук, чтобы всех их посчитать, то есть, ну, через дорогу перейди, поставь теннис на матч, человек, он посмотрит и он уже начнет разбираться, что ему посоветовать. Теоретиков огромное количество, нужны практики. Ну и, в конце концов, на мой взгляд, это уже такая практическая ситуация бытовая, да, но иногда нужно просто смотреть в глаза так называемому психологу и смотреть, что вообще у него в жизни происходит, потому что, ну, у человека должен быть более-менее порядок. Могут быть разные в жизни ситуации, мы все уже по-разному сложится, может, там, семейная ситуация и так далее, но в текущей ситуации у человека должен быть порядок, потому что, если ты можешь дать структуру, дать порядок, если она у тебя из жизни, то тебе есть чему научить, там, спортсмена. В принципе, что, на мой взгляд, должен дать психолог? На мой взгляд, психолог должен дать базовые вещи. Первое, что необходимо, не то, что необходимо, но то, что, на мой взгляд, может работать, это ритуалы, то есть это последовательность каких-то действий, которые могут помогать спортсмену вводить в необходимое там состояние, если это уже спортсмен высокого уровня, убирать внимание спортсмена с каких-то негативных вещей или напоминать о том, что он должен выполнять какие-то вещи по ходу матча. И второй момент, то, что психолог может и должен, на мой взгляд, чему должен обучить спортсмена, это дыхательные практики. На мой взгляд, на мой взгляд, это вообще самая эффективная ситуация дыхательной практики. Я в платном вебинаре расскажу, что я использую в своей работе этой ситуации, проверенная мной как спортсменам и эффективно применяющаясь со своими спортсменами, с которыми мне удается поработать. Немножко про дыхание, маленькую лирическую паузу сделаю. Отступлю. Случай из реальной жизни. Перед полуфинальным турниром, он был донского турнира в 2000 году, мне предстояла игра с Питом Сампросом. И я случайно услышал комментарий, который сказал Джон Маккенрой перед матчем, когда они обсуждали предстоящий матч, он сказал, вы знаете, я бы посоветовал этому парню одного, это по ходу матча очень много глубоко дышать. Естественно, это вызвало такую легкую шутку и иронию. На самом деле, абсолютно ответственно могу сказать, что по ходу матча это именно то, за чем я следил. Потому что первый выход на центральный корт Умблдона против абсолютно легендарного на тот момент теннисиста. И для того, чтобы держать эмоциональное состояние, действительно следил за тем, чтобы глубоко дышать. Значит, после прошлого видео и в принципе на канал присылают родители, тренеры интересные вопросы, парочку постараюсь, скажем так, также раскрыть. Первое, планы на игру, направления основных, направления, планы на игру. Второй вопрос, что также спрашивают спортсмен 12-13 лет выигрывает, выигрывает уже соревнования, как поддерживать мотивацию, как поддерживать мотивацию. Значит, что бы мне хотелось, что бы мне хотелось сказать по этому поводу. Вопросы, которые вот вы задаете, вопросы сложные. Еще один интересный вопрос был, как играть геймы на своей подаче, особенно в ответственных моментах. Это все сложные вопросы, на которые нет простых ответов. То есть, когда спортсмен год-два выступает на соревнованиях, сталкивается с каким-то проблемами, к примеру, на своей подаче, значит, есть какие-то моменты системные в подготовке, отчасти, может быть, и психологические, которые не дорабатываются. То есть, если есть системность в том, что спортсмен не справляется с этой ситуацией, нет одного ответа, что вы завтра услышали, пошли это делать, и вы будете выиграть гейм на своей подаче. Первое. Насколько техника подачи хороша? Второе. Процент попадания первой подачи, вариативность подачи. Дальше. Что идет непосредственно за подачей? Куда спортсмен отвечает? Может ли спортсмен идти закрывать? Если он прилично поддает мяч, прилетает в район середины корта, может ли спортсмен закрывать за хорошими своими подачами? То есть, то, что мы говорим, это вообще система подготовки в целом. Это система подготовки отдельного какого-то элемента. И надо разбираться с этим всем. Еще раз говорю, нет простого ответа на сложные вопросы. То, что касается, то, что касается, значит, вот мальчика там или девочки, которые 12-13 лет, выигрывают все, как не потерять мотивацию. Да очень просто. Есть такое понятие, как сверхцель, сверхзадача. Если сегодня тренер, родители испытывают большую радость от того, что ребенок выиграет 12-13 лет, это нормально, это естественно. Кроме одного. Один вопрос. Для чего мы занимаемся? Для того, чтобы быть юниорским чемпионом? Или мы хотим вырастить суперзвезду мирового тенниса? Значит, если мы ставим сверхзадачу, если мы хотим выиграть как минимум турниры большого шлема по юниорам, если мы хотим пробиваться на большую арену, значит, дома должны быть фотографии, значит, великих чемпионов. И те маленькие турниры, локальные, могут быть даже национальные турниры в этой возрастной группе, это должны быть как проходящие этапы на пути к большим победам. И это то, что нужно, и это то понимание, которое тренер и родители должны формировать у талантливого спортсмена. То есть, локальные успехи на юниорском уровне, это как проходящие веки в этапе долгосрочного развития. И конечная точка, это победа турниров, победы на турнирах большого шлема. Конечно, это ребенок самому это все формировать 12-13 лет сложно, но это работа родителей, работа тренеров. Я, может быть, говорю сейчас слишком, слишком там амбициозно, но в конечном итоге цель моих выступлений это повышать спортивную культуру, теннисную в целом, делиться своими знаниями. Это та позиция, на которой я стою, когда я берусь за какую-то работу, я перед собой ставлю высокие цели. И даже когда я вижу спортсмен освоил, например, какое-то движение, это здорово, я действительно испытываю большую радость. И даже когда спортсмен выигрывает на юниорском уровне турниры, конечно, я тренер, и я испытываю искреннюю радость. Но я понимаю, к чему мы идем. И следующий вопрос, который я сейчас задаю, следующий шаг, что развиваем дальше, как нам сделать это еще круче, потому что соперники дальше будут еще круче, еще сложнее. Один еще вопрос хотел бы мне, хотелось бы мне, скажем так, не осветить, но хотелось бы затронуть. Значит, сейчас очень модно говорить о таком понятии, как поток. Я для себя также, ну, помимо своих, своего опыта, своих ощущений, перелопатил достаточное количество теорий, в том числе, хотя теории это не назовешь, это исследование абсолютно конкретных людей в этой области. Значит, самое интересное то, чем, то, что я, скажем так, то, что, ну, скажем, подчерпал из книг, и то, что подпитало мой личный опыт в профессиональном спорте, в тренерстве, в капитанстве. Значит, есть такой ученый по фамилии Эриксон, который, собственно говоря, одним из первых сформировал теорию 10 тысяч часов. Теория заключается в том, что через определенное количество повторений или лет выполнения, значит, совершенствования навыка целенаправленного совершенствования навыка приходит высочайшее мастерство. Второе направление, значит, один из достаточно известных венгерских ученых, который занимался изучением состояния потока. Его теория, его подход говорит о том, что важно вводить человека в некое состояние, в котором он более эффективен. Значит, в конечном итоге автор одной из очень интересных книг, которая в английском языке звучит как «Грид», «Хватка», ей удалось обоих этих ученых свести за ствол переговоров, где каждый мог обсуждать свою теорию, высказывать, и в конечном итоге все сошлись на чем. Значит, теория 10 тысяч часов, целенаправленная тренировка, целенаправленное развитие качества или умения это процесс. Поток это состояние. И эти вещи, они дополняют друг друга. Не представляю, как говорить о состоянии потока с ребенком 8, 9, 10 лет. Я понимаю, что ребенок может в таком возрасте испытывать состояние эйфории, состояние большой радости, но вряд ли за это время у него сформировались такие навыки, что он может испытывать реальное состояние потока в соревнованиях. Объясню, почему. Значит, для целенаправленной тренировки, суть целенаправленной тренировки, целенаправленного развития заключается в том, что ты нарабатываешь свое совершенствование, и нарабатываешь какие-то вещи, которых ты еще не умеешь. То есть, ты все время, это всегда движение в гору. Состояние потока приходит тогда, когда уровень твоего мастерства соответствует или превосходит перформанс. То есть, выступление на соревновании, выступление в матче. Поэтому, естественно, естественно, когда мы говорим, что мастерство реальное приходит в ходе многолетних тренировок, причем не просто повторения, а целенаправленного развития. И когда человек на таком уровне мастерства дает концерт или играет на центральном корте стадиона, он испытывает состояние потока. Почему? Потому что его мастерство соответствует или превосходит данное событие. Поэтому еще раз хотел бы обратить внимание на то, чтобы быть психологом и людям, которые в околоспортивной ситуации вращаются и претендуют на серьезное знание, быть внимательными с излишним ну или несвоевременной работой со спортсменами и с этим состоянием. Я могу сказать, что первое ощущение на данном, то, что я могу сейчас сказать, состояние потока я испытывал и в возрасте там и 13, 14, 15 лет. Почему это происходило? В белорусской школе она формировалась каким образом? Мы практически там с 7 до 12 лет, да и позже. Вся зимняя тренировка у нас проходила в Декамаз два раза в день по полтора-два часа ты просто стоишь в стеночку набиваешь, то есть 20 спортсменов, один зал и ты полтора-два, иногда три часа в день ты просто стоишь и набиваешь удары. Какое количество тысяч ударов ты пропускаешь через свое тело, но это сложно посчитать. Хотя я пробовал, у меня в принципе получалось, это очень большие цифры. Естественно, что к 14, 13, 14, 15 годам ты собственно говоря уже маленький мастер и тебе может быть знакомо состояние потока, когда все эти сотни тысяч ударов в соревнованиях на хорошем эмоциональном состоянии, на подъеме, ты просто не можешь промазать корт. Я могу назвать, могу ответственно заявить, что это уже и в таком возрасте может быть состояние потока осознанное. 8, 9, 10, 11 лет я бы такое слово как поток вот пока туда не приплетал. Вот то, чем мне хотелось поделиться с людьми, которые занимаются в теннисе, которые идут по дороге развития, в моем любимом виде спорта, который очень люблю, который очень уважаю. основные моменты, практические моменты будут даны и по психологии в том числе будут даны в платном вебинаре. Благодарю за внимание. Идем вперед к победам. Благодарю.